Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Милена Безбородова поделилась своей радостью с подписчиками. Она сделала то, о чем давно задумалась, но не могла решиться. Безбородова вернулась к Безусу на Дом 2 и пишет, что приняли ее на телестройке адекватно, поддержали и даже подарили цветы. Судя по последним сторис, возвращение Милены произойдет на шоу Бородина против Бузовой на следующей неделе в четверг. Пока выводы делать рано, Савкину тоже в сети в новостях вернули, а она живет на съемной квартире и продолжает вести привычный ночной образ жизни. Вот и с Миленой может выйти такая же ситуация. Прошлую ночь Безус и Милена провели на поляне, под забором. Они ночевали в прозрачной капсуле и смотрели фильмы. Хорошо, что хоть не на заднем сиденье автомобиля. Благодаря Безусу стало известно, что на поляне опять гостит мама Никиты Уманского, Светлана, которая понравилась зрителям. А поклонники даже предположили, что на телешоу Дом 2 эта женщина еще себя покажет во всей красе. Интересно, сумела ли Милена выторговать себе у оргов мамопластику? Стало известно, что Никита Уманский сдержал свое обещание и подарил паршиной роскошный автомобиль. Он устроил сюрприз для беременной невесты и вручил ей в торжественной обстановке ключи от машины. Уже была новость, что этот участник недавно купил себе новое авто, а предыдущее решило отдать своей будущей жене. И Настя об этом знала. Не ожидала, что ее ждет такой дорогой подарок, потому что паршиной в жизни не дарили дорогих вещей. Поначалу, до известия о беременности, Никита покупал ей одежду и браслеты. И девушка часто ему выговаривала, что подарки недорогие. И вот дождалась. Машину Уманский пообещал переоформить на паршину, и она вне себя от радости им пишет, что встретила на проекте Дом-2 настоящего мужчину, защитника и крепкое плечо. Но на этом ведь девушка не остановится. Не станет ли она теперь намекать, что хочет квартиру? Ирину Пингвинову, к удивлению, многих телезрителей осыпают проклятиями, хейтеры, которые не оставляют в покое почти всех участников телестройки, на этот раз переключили свое внимание на еще нерожденную дочь Ирины. Некто написал девушке в директе слова с пожеланием выкидыша, и это по вполне понятным причинам не могло не огорчить будущую мамочку. Ирина не стала церемониться с обидчиком, а после чего записала видеообращение уже к фолловерам. Девушка призналась, что пребывает в шоке от жестокости людей. Более того, до проекта она даже не подозревала. Как много таких субъектов ходит вокруг. К слову, Пингвинова впервые поделилась опасениями по поводу своей беременности. Участница телестройки не стала скрывать, медицина на Сейшелах оставляет желать лучшего. К примеру, девушка не может сдать и половины анализов, положенных на ее сроки. И именно поэтому с нетерпением ждет возвращения в Россию. Специалист по грудному вскармливанию, уволенная под давлением Александры Черно, не перестает оправдываться. Девушка уверяет, что не хотела неприятностей и совершенно автоматически засветила имя звездного отпрыска в сети. Как выяснилось, девушка даже не подозревала, что перед ней звезды дома 2. Накануне бывшая сотрудница роддома поделилась рабочей перепиской, обратив особое внимание на название палаты, где сейчас Александра восстанавливается после родов. Как оказалось, место обитания домовской пышки персонал клиники между собой называет не иначе, как черная квартира. И один только этот факт – красноречивее любых слов говорит о том, как непросто приходится персоналу. К слову, специалист по грудному вскармливанию уверяет, что ее никто ни о чем не предупреждал, отправляя помогать молодым родителям. Кроме того, как выяснилось, дом 2 она и вовсе не смотрит. При этом свою часть работы, касающуюся ребенка, девушка исправно выполнила и даже рада была помочь Иосифу Аганесяну, которого сочла отличным отцом. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок, Павел Бабич остался не у дел. Лепили-лепили из него сценаристы мачо, пытались зрителям показать, как он популярен на реалити-шоу дом 2. А на деле, как только освободился хоккеист Максим Моргенштерн, то все симпатичные девушки поляны перебежали к нему. Не успела Клавдия Безверхова увезти с поляны полный багажник свадебных платьев, как Моргенштерн увел всех девушек у Бабича. А все потому, что молодость должна быть с весельем и задором, а не с занудством и сном по расписанию. Осталось Бабичу только поглядывать на Макса с нескрываемой досадой, как в ночном эфире дома 2. Когда Максим уехал в ночной клуб. Зато у Паши есть Марина Страхова, с которой он отлично проводит время, беседуя о жизни. Вот и встретились два одиночества. Бабич так долго выбирал девушку, что растерял всех поклонниц. Но не унывает. Большую часть тем для эфиров потерял. А как ему без мелькания на экране раскручивать социальные сети? И какой же Бабич без любовного треугольника? Не успели Максим Колесников и Алена Савкина обосноваться за периметром, как почти сразу расстались. Более того, Максим поспешил вернуться обратно под камеры, что стало самым настоящим предательством для молодой мамочки. Впрочем, вряд ли жизнь парня под камерами без Савкиной будет комфортной. Своё горе Алена решила, как часто уже случалось, утопить в вине. Вместе с подругами выпускница телестройки отправилась в ресторан. Ну а по дороге девушки вышли в сториз, продемонстрировав фолловерам, как они умеют веселиться. Правда, этим дело, как удалось выяснить, не ограничилось. Виктория Копли и Селена Майер пообещали отомстить за подругу. Так, Селена заверила, что Колесникову не поздоровится, когда она вернется под камеры. Стоит отметить, девушка так орала и не выбирала выражений, что теперь фолловеры нисколько не сомневаются. Она настроена серьезно. Присуждение наказания за неуплату алиментов и отказ в прошлом выполнять свои обязательства Александр Задойнов считает помощью городу. Об этом он заявил с экрана шоу «Спаси свою любовь» другому великому знатоку законодательства Роману Копоклы. Не похоже, что Задойнов что-то осознал, выдавая свое бегство от судебных приставов в другой регион за стремление жить рядом с младшей дочерью. Теперь исполнение законного требования судебных органов рассматривают на телепроекте «Дом-2» как увлекательный сюжет приключений непутевого папаши Саши. Только та ли эта тема для телевизионного шоу, когда взрослый, никогда не работавший детина, пытается оправдать себя таким образом? Нужна ли прекрасному городу Ярославлю такая помощь от Александра Задойнова? Или кто-то еще верит, кроме его жены, Ксении Задойновой, что такой пример должны видеть зрители телепроекта «Дом-2»? Ксения Бородина возмущена политикой Инстаграм, затронувшей ее собственные интересы. В сторис Ксения поделилась снимками, которые уже мелькали у нее в ленте и были удалены. Ведущая «Дом-2» задалась вопросом, почему такое могло произойти? Как оказалось, везде вменяют нарушения руководства сообщества. Однако, что именно под этим подразумевается, сама Ксения не понимает. К слову, в снимке действительно нет ничего предусудительного. Так, ведущая банально позирует перед зеркалом в эффектном красном костюме. Фолловеры, как обычно, поспешили поддержать свою любимицу, правда, никто не смог ответить на вопрос, заданный Бородиной. По мнению большинства, в последнее время в некогда популярной и всеми любимой социальной сети творится полный бардак. И пока никто, кроме разработчиков, не в силах этого изменить. Долгое время Ольга Рапонцель была лишена возможности прогуливаться по торговым центрам и посещать рестораны. Однако теперь, когда самоизоляция перестала быть такой жесткой, Оля вовсю предается своим любимым занятиям. Завидной регулярностью вместе с супругом и дочерьми молодая мамочка ужинает и обедает вне дома, при этом не забывая делиться фотоотчетами с фолловерами. Как выяснилось, не стали исключением и минувшие выходные. Дмитрий Дмитренко вышел в прямой эфир прямо из ресторана, чтобы отчитаться перед фолловерами. Однако сделал это явно не в самый удачный момент, когда Оля кормила грудью младшую дочь. Брендовой яж-матери тут же досталась за оголенный бюст от хейтеров. Пользователи социальных сетей возмущены тем, что Рапунцель не стесняется сидеть с голой грудью на публике. Впрочем, многие сразу же припомнили Оле чаты для взрослых, отметив, что ей не привыкать оголяться перед посторонними людьми. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok